Нет, это не заброшенный двор, как может показаться на первый взгляд. Это улица Щерса, 28. Дворовая территория многоэтажки превратилась в почти непролазные дебри. С травой по пояс и монотонным писком местных обитателей. Комаров. В таких поистине городских джунглях заплутает не только ребенок, но и взрослый. Двор по улице Щерса, 28 порос бурьяным и деревьями в человеческий рост. Правда, городской администрации и управляющей компанией дела до людских проблем нет. Светлана Костюк возмущена. Коммунальщики мусор не убирают, траву не косят. Единственное достижение – в начале лета подстригли вязы. Она вся заросшая, нет детской площадки, нет ничего. Кусты у нас подрезали один раз за год. И даже мусор подрезали кусты. И то не все, ту сторону даже не подрезали. И даже там вот как мусор за зиму скопился, он так и все остался. И все, и больше ничего не делают. Ветером не выйти, комарьё просто съедают. Такая же печальная картина и во дворе Патурасова, 18. Чтобы добраться до детской площадки, нужно преодолеть не только живую изгородь, но и полчища кровососущих. У нас, наших детей, нет совершенно детской площадки. Вы сами видите. Заросло так, ни управляющая компания, ни город не могут найти между собой компромисса, кому принадлежит данная территория. Они всё решают. Но страдаем мы. Здесь у нас находится, на этой дворовой территории, находится общественное овощехранилище на 150 мест. Ну и куда бы мы ни писали, везде, значит, всё, весь упор в том, что градостроительная документация определяет территорию уборки для этой компании. Только вот это всё. Остальное их не касается. Люди обивают пороги. Тщетно. Наша съёмочная группа тоже попыталась дозвониться в управляющие компании. Это ЖУ-4 и СтройЖУ. Безрезультатно. Зато ситуацию прояснили в управлении коммунального хозяйства Абакана. Просто надо в управляющей компании провести собрание собственников, деньги эти каким-то образом зафиксировать и красить траву самостоятельно. Конечно же, земля муниципальная. И вроде как люди хотят, что за муниципальные деньги там спросили. Но у нас сегодня стоят приоритеты несколько другие и иные. Выкашивать траву и поросли по магистральным улицам, выкашивать траву и в парках и скверах. Когда приоритетом станут проблемы обычных жителей города в управлении коммунального хозяйства, так и не уточнили. Полина Назарова, Андрей Доржу, РТС.